всем привет я серёга литовец и вы на канале мошенники звонят по телефону обязательно подписывайтесь на нас ставьте лайки дизлайки пишите комментарии распространяйте делитесь видео а сегодня у нас горячая сногсшибательная богиня нюша в долбы алло 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 антонина добрый день алло антонина меня зовут владимир александр и чуму я являюсь специалистом компании global а вы вчера успешно прошли регистрацию по проекту инвестиционного характера как гастром инвест владимир александрович что к сожалению давайте договорите не смогли вчера ответить на один владимир александрович а вам сколько лет нет 33 года что а ну просто вы представились владимир александрович антонина антоновна но это обычно тогда тогда антонина антоновна антонина антоновна приятно познакомиться владимир можно да хорошо тогда можете ко мне на антонина меня волнует а у вас сейчас есть буквально 20 времени для полноценного проведения диалога демонстрации вашего индивидуального инвестиционного счета ответа на все ваши вопросы которые у вас появятся ну и конечно я задам несколько вопросов для того чтобы а хотя бы минимально понимать ваш ваш финансовый цель и ставить для вас инвестиционный подход которым вы и на все это нам понадобится 20 минут а да либо просто назначите конкретно сегодня время по москве для того чтобы сами провели полноценный диалог и опять как я ранее говорил провел вам демонстрацию нет я просто уточняю неважно сейчас или потом вы сказали что 20 минут то есть я по вашему весь тот список который вы сейчас мне огласили мы с вами уложимся в 20 минут правильно я вас поняла ай я услышал слегка отдаленно объясняю антонина а так как я на классе я могу в принципе ответить на все ваши вопросы которые вас будут задаваться по ходу нашего диалога в течение действительно 20 минут понятным образом объяснить даже если у вас не было как такового опыта в данной сфере деятельности меня это не затруднительно ну хорошо давайте попробуем что у нас с вами получится а скажите вы будете работать с компьютером смартфона смартфон повторите смартфон я слышу просто почему я вопрос насчет звонка после а я слышу посторонний шум то есть вас отвлекается процесс а это значит что вы не полностью сконцентрированы и не можете информацию принять какой такая она есть возможно останутся где-то знаете просадочки которые потом опять вызов вопрос на который опять придется отвечать владимир вы знаете я вам скажу больше что любой вопрос но если я вам задам вопрос вы мне на него ответить и тут же могут возникнуть еще несколько вопросов для уточнения сказано вами и это не связано с какими-то посторонними шумами или с тем что меня отвлекают а просто порой бывают уточняющие необходимость возникает уточнений каких-то моментов а я понимаю можно конкретного просто вы сейчас находитесь на работе верно ну какая вам разница где нахожусь я могу с вами говорить если я не смогу говорить я вам об этом скажу извинилась и попрошу перезвонить в другое время не сильно такой радужный ответ конечно антонина я объясню свою позицию давайте просто вы а чем он должен быть радужным а почему он должен быть а где вы там а где вы в моем ответе усматриваете отсутствие радужности или присутствие должно быть радужности каким образом это не на конкретно а я обратно донесу до вас свою позицию необходимо просто желательно хотелось бы чтобы вы были сконцентрированы в диалоге со мной и чтобы вы смогли примеру имея подключение к вай-фаю когда я отправил вам дополнительные данные во время нашего диалога чтобы вы зашли ну и визуальности на счет то есть дополнительные визуальные оставляющие как это не было бы странно и технические характеристики конкретный по данному проект мы сразу а что за проект напомните гастром инвестор я поздравляю опять благодарю цветы будут цветы будут цветы да но обычно когда поздравляют с чем-то цветы дарят я вам подарил бы один из лучших букетов вы мне очень импонтируете в общении а хорошо а давайте тогда посмотрим это я умею для давайте это умеет а конкретно 15-20 вас устроить звонок для того чтобы я заранее подготовил для вас техническую степь то есть чтобы у нас не было знаете здесь заражение такого тенниса либо пинг-понга я уже техническую формацию подготовил заранее предоставил сразу вам предоступ мы по ходу диалога вы уже были на платформе смотрели загрузили приложение и по ходу события задавали вопрос хорошо да конечно давайте спасибо за понимание тогда 15-20 я вас набираю а это было сейчас время 15-20 вы говорили да 15-20 на москве для того чтобы я заранее сразу технический дом а я просто думала 15-20 минут сейчас на разговор вот я чуть не до конца вас поняла вот видите недопонимание это не потому что я не сконцентрировал нас потому что вы не уточнили что в 15 часов 20 минут прошу прощения за этот момент хорошо пройден вам будет комфортно принять звонок да 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 думаю да да прекрасно до свидания я планирую в это время и подготовлю все технические составляющие хорошо хорошо буду ждать здравствуйте здравствуйте меня зовут константин очень приятно с вами познакомиться звоню константин на вашу регистрацию на сайте газпром дополнительный доход будем инвестиции припоминаете скажите пожалуйста на данный момент почему не начали на этом зарабатывать что повлияло на ваше решение что вы на данный момент не зарабатывать не знаю вы мне впервые звоните из вашей компании я лично да я впервые вам звоню с кем-то я уже разговаривал или нет напомнить думаю да думаю да дело в том что как только вы размещаете свой номер телефона на сайте заработки думаю вы условия пользование не смотрели не читали просто поставили галочку любая компания которая может предлагать подобные предложения да 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 очень важно ой с таким заняты на мегафон нет я могу вам уделить внимание да да рассказывайте вы рассказываете скажите пожалуйста почему не приступили к заработку у вас не хватило информации о свободном времени да возможно возможно я может быть встретила некие препятствия на пути к этому вот хотелось бы узнать антонина какие именно препятствия вас встретили как давно я зарегистрировалась на вашем сайте не на нашем сайте 14 дней назад у меня последняя информация а на каком сайте заработки по поводу проекта николая павла дуровых дополнительный заработок потом путем инвестиций я звоню вам с компании ст24 онлайн ст24 онлайн но я наверно с кем-то разговаривала и ст24 онлайн нет сомневаюсь в любом случае давайте сильно не углубляться по поводу компании кто куда звонит это не важно то есть вы так считаете да что кто звонит откуда звонит это не важно правильно понимаю сейчас я имею ввиду антонина то что мне не особо интересно кто звонил какие предложения вам давал потому что я уверен что наше предложение на рынке более конкурентоспособны ну из какой вы компании то вы мне можете 24 онлайн я уже расскажите расскажите о компании предлагаем вам выход на торговую биржу для того чтобы зарабатывать деньги пассивно на активах криптовалютах на ценных компаниях на финансовом рынке зарабатывать деньги пассивно помимо вашего основного дохода это и считается нашим основным предложением это не наскажите пожалуйста раннего по 2 месяцев у вас был нет опыта не было опыта не было представление вообще о финансовых рынках о торговле на биржах имеете коротенько если говорить в двух словах это допустим как будто мы посещаем рынок допустим берем килограмм помидоров допустим рублей через пару 12 фиксируем прибыль в 4 рубля но не обязательно в нашем случае не обязательно посещать лично эту торговую биржу потому что можно без проблем закупать активы компьютера или телефона также не нужно искать клиентов для этих помидоров потому что мы торгуем не помидорами активами которые так являются востребованными и так и так мы найдем покупателей для активов а вы ранее занимались овощеводством не просто это такой простенький пример чтобы не вдаваться в подробности как это именно зарабатывается и не нужно не отмочить тяжелые термины почему нет вы считаете что это не нужно ну если вы хотите без проблем могу говорить по-другому очень тяжелый термин очень тяжелый термин не очень тяжелый термин но также в принципе поняли как работают заработок просто на разницу цен я понимаю как работает рынок в целом просто вы рассказывая о финансовой бирже вы приводите пример на помидорах как-то немножечко странно компанию боинг на вам кажется может просто со связью что там я не заикаю не кажется поверьте утро я проснулась трезвая выставшиеся мне ничего не кажется это прекрасно это прекрасно у меня ровно я вижу вы самоуверенно вероятно уверенность но я просто вам говорю о том что я не заикаю а вы не говорите что мне кажется я вам поясняю что мне кажется давайте мы немножко давайте по продукту давайте по продукту надо будет да смотрите авиационная компания боинг знаете наверняка ну да слышу на и зарабатываем на разницу цен как я уже ранее говорил допустим коронавируса на данный момент можно замечать повышение в росте акций давайте возьмем такой момент допустим самолет сбили боже упаси именно по этой новости можно понимать что акции будут падать и на это на этом моменте можно их неплохо закупить в дальнейшем их продать на этом мы принципе и зарабатываем также сама с криптовалютами подождите давайте сейчас на боинге зафиксируемся хорошо как можно предсказать сбивание не дай бог самолета и закупиться неплохо акциями чтобы потом их при падении продать или что сделать нет тут антонина надо обращать внимание на то что из-за самой новости акции будут падать и мы их в какой момент должны успеть купить и что дальше с ними сделать как мы на момент падения на момент падения на момент и далее на момент падения самолета мы что должны будем сделать не дай бог такое случится мы можем зарабатывать не только от падения от роста цены я вам просто поставил этот пример как неудачь разница в акции в мире самолет сбивает и мы на этом зарабатываем мы зарабатываем и на росте и на падение цены я просто это поставил как пример падение самолета из-за чего да но вы не застряйте так сильно по поводу падения самолет это просто новость из-за которой акции могут пойти вниз мы купим эти акции пониже после того как они упадут какой момент мы их должны будем купить на момент когда эти акции будут стоить ниже обычной своей цены просто смотрите можно зарабатывать не только на росте цены можно можно зарабатывать и на падение цены мы такой контракт будет падать и в дико никогда не слышали нет не слышал а что это такое краткосрочные контракты о чем он это заключение делать сделать не только на покупку или продажу активом а просто на контракт на изменение цены этих активов поясните еще раз я не понимаю что значит контракт на изменение цены смотрите смотрите например цена на какой-то актив падает мы берем мы берем какую-то сумму и вкладываем ее в сделку ну вы говорите я вас слушаю или или я вас не слышу что-то что со связью антонина вот я вам говорила что что-то со связью я вас не слышу смотрите мы открываем сделку на падение цены когда цена падает непосредственно с кем что значит мы открываем сделку открытие сделки это имеется ввиду покупка непосредственно покупка акций мы их покупаем я вас правильно понимаю смотрите антонина не так много заострять внимание на падение или на росте цены на том и на том можно зарабатывать что мне нужно сделать внимание акцент мне на чем нужно заострить на том как в общем строится продажа и на чем мы зарабатываем вот я вас в общем спрашиваю как продажа не на продажу прошу прощения на падение цены на росте цены вот мне и поясните мне это нужно понять мне это нужно понять наша задача я без проблем могу прямо сейчас вас соединить с аналитиком и она более компетентна в этом вопросе будет а вы недостаточно компетентно антонина поймите неправильно прямо прямо сейчас занимаю позицию аккаунт аккаунт менеджера это раз что у вас обязанности входит почему у нас нормально строится диалог просто я хочу понимать то что вы говорите моя задача заключается в том чтобы помочь вам активировать торговый счет как я могу активировать торговый счет если я его еще не открыла и я не могу понимать из ваших слов как происходит торговля на бирже как я могу о каком я могу вам объяснить вводные нюансы ну давайте объясняйте вводные нюансы но аналитик вам объяснит все эти нюансы более подробно аналитик более компетентных в этом вопросе ну вы на своем уровне в своих каких-то границах этих должностных обязанностей у вас же есть какие-то на своем уровне поэтому как бы что слышишь общие какие-то понимания у вас есть конечно антонина общее понимание у меня есть я с вами пытаюсь вот рассказывайте доносите просто я же могу задавать уточняющие вопросы вам интересны эти моменты уточняющие конечно вы можете их задавать я задаю ну вы задаете эти вопросы верно это прекрасно но именно вот эти вопросы более компетентны в этих вопросах другой человек не знаю давайте аналитика если другой человек более компетентен и если ваше познание оставайтесь на линии и сейчас вам ответить давайте кто зовут алло здравствуйте антонина здравствуйте здравствуйте антонина меня зовут Кристина Меленкович я являюсь аналитиком финансовым подскажите пожалуйста у вас вопросы какие то есть на данном этапе верно у меня полно вопросов ваш предыдущий оратор не смог ответить не смог дать поясы Предыдущий оратор – это аккаунт-менеджер. Возможно, он не смог вам на все вопросы корректно ответить, но это и не входит в его обязанности, в мои обязанности. Давайте рассказывайте, как мы можем зарабатывать на падение самолета в Boeing, не дай бог, если он упадет. Ну, хорошо. Пример, конечно, достаточно яркий. Допустим, разбиваясь на самолет Boeing, из-за этого дешевеют акции. Мы можем открыть сделку на падение цены, вложив какую-то сумму у нее, и заработать на ее падение от разницы цены отталкивать. Что значит? Что значит? Смотрите. У нас есть в этот момент акции, или нам их нужно купить? Нет, нам не нужно в этот момент иметь акции. Мы можем просто открыть сделку на падение цены, на изменение цены какого-либо актива. Поясните, пожалуйста. Смотрите, представьте, что у вас, допустим, есть 200 долларов. Вы заходите на торговую площадку. Допустим, вы... Допустим, вы... Прекратно, Антонина, я же вас слушаю, я же вам рассказываю, вы меня, наверное, слушаете внимательно. Спасибо. Смотрите, Антонина. Представим, что у вас есть торговая площадка, на ней лежит 200 долларов. Допустим, тот же Boeing, да? Допустим, мы узнаем, что разбивается самолет, из-за этого акции Boeing-компании падают тоже вниз, соответственно. Мы берем, допустим, эти же 200 долларов и открываем, заключаем сделку. На рынке есть такая, есть такой раздел, все деконтракты называются. Это как срочные, но бесстрочные, если быть точнее, контрасты на разницу цен. Есть не только покупка-продажа, да, как раньше было, просто стекуляция, а есть также контракты на разницу цен. Допустим, мы с вами открываем контакт на разницу цены вниз, на падение, да, когда вот акции компании Boeing падают. Допустим, берем те же 200 долларов, открываем сделку, именно вниз, на падение. И от того, сколько, насколько упадет вниз цена, то есть сколько пунктов она пройдет, мы заработаем с вами денег. От каждого пункта мы заработаем, допустим, по 10 центов. Допустим, цена изменилась, ну, там, на 3 доллара вниз. Это 300 пунктов, 30 пунктов, если быть точнее. Вот так вот от каждого цента мы заработали, от каждого пройденного пункта я ценую. С кем я его заключаю, этот контракт? Этот контракт вы заключаете, это называется контракт на финансовом рынке, это сделка, вы просто ее заключаете. То есть открываете сделку, закрываете сделку? Что значит, просто я ее заключаю. Сделка предполагает двух участников на рынке или где бы ни было. С кем я ее заключаю? Почему двух участников? Вы имеете в виду непосредственно человека, который торгует, и компанию, которая предоставляет свои акции, правильно понимаю? Я не знаю, как это происходит, я у вас хочу. А, ну вот, потому что вы задаете, вы знаете, вы не задаете вопрос, вы как будто бы пытаетесь к претензии подойти. Смотрите, давайте так, претензии не разбирайте. Конечно, я понимаю. Я хочу услышать, с кем я заключаю. Да, я понимаю, а я вам говорю просто, как это звучит с вашей стороны. Смотрите, смотрите, давайте еще раз разберемся по очереди. Контракт на разницу цены. Это сделка. Мы ее открываем, исходя из того, куда идет сделка. Еще раз, что вы спросили, с кем? Из того, что вы сказали выше, я поняла, что открываем сделку, заключаем сделку. Я вас спрашиваю, с кем я ее заключаю, эту сделку? Вы ее непосредственно заключаете на финансовом рынке. То есть у вас есть торговая площадка. Ни с кем. Как это? Финансовым рынком вы ее заключаете. Ну вот так. Финансовым рынком? У вас был опыт, вы зарабатывали уже на этом? У меня есть жизненный опыт, и я понимаю, что такое рынок. Антонина, жизненный опыт, Антонина, жизненный опыт, это очень хорошо. Продавцы на рынке, это совершенно две разных вещи. Не путайте, пожалуйста, финансовую сферу, сферой, которую вы высказываете. А почему мне начал ваш аккаунт-менеджер, пример с помидоров? Ну, наверное, чтобы вам было понятнее. Вы же говорите, что вы... Я вот сейчас возвращаюсь, где мне понятно. А, вот, смотрите, Антонина. Там, где вам понятно. Тогда давайте представим, что вам... Давайте представим так, чтобы вам было понятно. Допустим, вы хотите поторговать на помидорах. Представим, что на финансовом рынке вы решили поторговать на помидорах. У вас есть площадка, у вас есть деньги. Есть одна стоимость помидоров, да, допустим, там 30 рублей. Цена идет вниз. Допустим, закончился сезон, подешевели продукты. Мы с вами открываем сделку на падение цены. То есть мы открываем сделку, как бы не совсем сотрудничая с самими помидорами, а как бы сотрудничая, допустим, с компанией, которая предоставляет эти помидоры. Мы открываем сделку на то, что цена упадет вниз, цена падает, мы зарабатываем от каждого момента падения цены. С кем мы заключаем? Напрямую с помидорами мы не общаемся. Странно было бы, если бы мы напрямую с помидорами общались. Это так называется, это так, это, конечно, это так и называется на финансовом рынке. Заключить сделку. С кем? Открыть сделку. Ну, это, ну, ни с кем. Ну, как это с кем? Вот есть рынок, есть продавец помидоров, есть помидоры. Компания, которая предоставляет, там, слушайте меня, Антонина, пожалуйста, еще раз, хорошо? Я вас слушаю, Юль. Спасибо. Вы перебиваете через каждую минуту. Я пытаюсь понять, что вы говорите. Я понимаю, что вы пытаетесь меня понять, так от того, что вы меня будете перебивать, вы меня не поймете. Смотрите еще раз, Антонина, давайте сначала. Допустим, вот эта компания, назовем ее, не знаю, там, помидор, так она и будет называться. Компания помидор дает не только помидоры, да, она также дает часть владения, то есть акцию на финансовый рынок. Мы непосредственно на финансовом рынке, так как таких людей много, как мы, которые еще тоже хотят поторговать на помидорах, заключаем сделки на финансовом рынке, непосредственно с, ну, получается, как бы с акционерным сообществом, которое предоставляет свои акции. Как бы финансовый рынок, как интернет. Мы, как пользователи телефона, да, с интернетом. Нет, подожди, давайте на одном примере. У нас есть Боинг и у нас есть помидоры. Давайте вот не будем сейчас еще телефоны туда включать, интернет и все прочее. Вот, то есть с кем мы заключаем сделку? По факту с компанией, которая предоставляет, да, совершенно верно. С компанией, которая предоставляет свои активы на рынке. И вот этот контракт на падение цены я буду заключать с компанией Боинг. Ну? Я, ну, не ну, а я вас спрашиваю, я то от вас услышала или нет? Ну да, все правильно, все верно. То есть с компанией Боинг я буду заключать пари о том, что цена упадет. Ну, вот, да. Простыми словами, да. И если цена действительно падает, а я ее заключаю на конкретное падение, то есть я делаю ставку, что он конкретно на какую-то цифру упадет. Вы можете выставить, вы можете выставить рамки, называется стоп-лосс, тейк-профит, это максимальная прибыль, либо максимальное падение цены. Максимальный рост, либо максимальное падение. Либо же не выставлять рамки, а просто выделку. Подождите, стоп-лосс и тейк-профит, они выставляются, когда у меня физические акции на руках. А мы сейчас с вами говорим о контракте. Нет, не только, нет, почему только физические, неправда. Стоп-лосс, тейк-профит, это такие ордера, это ордера, которые включены в рынок. Вот, я же вам говорю, если это падает ниже уровня, это совершенно другие условия сотрудничества. Это когда вы выставляете стоп-лосс, тейк-профит, это когда вы выставляете минимальное, точнее максимальное падение цены, либо максимальный рост цены. То есть максимальную прибыль вообще, вообще, если цена прошла больше, но у вас, то есть стоп-лосс или тейк-профит, то сделка автоматически закрывается. В этом преимущество. Я делаю так, что владельцам акций, что их акции упадут, допустим, на 10 долларов. Но акции падают на 20 долларов. Мне что, компания выплачивает вот эти 10 долларов, и я в прибыли, а компания, мало того, что у нее акции падают, и самолет упал, и она мне выплачивает эти 10 долларов с одной акцией. Смотрите, деньги, которые зарабатывают люди на финансовых рынках, это общий оборот денег. То есть это не то, чтобы, не только компания дает. Что значит общий оборот денег? Смотрите, я вам сейчас объясню. Допустим, да, там на бирже более миллиона людей торгуют. Более двух миллионов людей торгуют, допустим. Вы открываете сделку там на любом активе, зарабатываете с него, а кто-то другой в это время в мире открывает сделку на другой актив и, допустим, на нем потерял деньги. Вот это и есть оборот средств. То есть вы зарабатываете от оборота. Не то, что компания вам плачет. Ну, как это вам помогает? Вы сказали, что я с компанией заключаю этот контракт. Что их акции падают. Ну, вы открываете все деконтракты. Так я когда заключаю с кем-то пари, получается я и тот, с кем я заключила. И, соответственно, если я проиграла, он мне выиграла, вернее, я угадала движение, он мне платит за это деньги. Если не угадала, я ему платю деньги. Антонина, это же не ставки, это по-другому работает. Как это работает? Поясните мне, пожалуйста, как это работает. Ну, вот так вот. Это по-службе Антонина работает. Антонина, смотрите, это работает чуть-чуть сложнее, еще раз говорю. На рынке куча людей на бирже, которые торгуют. Их очень много. И заработок всех людей, которые зарабатывают на финансовом рынке, идет от оборота средств. Не только от того, что вы заключили сделку вместе с компанией, и компания вам выплатила деньги. Нет. Там идет разделение средств. Идет разделение средств плюс заработок под пунктов. Это все очень большая математическая система. Допустим, много людей торгуют. Допустим, много людей открывают сделку, так же, как и вы, нападение. И половина другая открывает на рост. В любом случае, кто-то из них проиграет. Один из них в любом случае будет в минусе. Вот этот минус идет в оборот денежного финансового рынка, в оборот биржи. С этого оборота вы уже зарабатываете свою зарплату, грубо говоря. Вы получаете свой плюс, который у вас в программе просчитан и проставлен. Деньги идут, заработок идет от оборота. Не только от того, что компания заплатила. Компания дает свои акции для торгов и для владения. Мы сейчас про акции говорим? Или про что мы говорим? Про любой актив. Про любой актив. Любой абсолютно актив, который может предоставить компания. Акции и CFD-контракты, вот эти нападения цены, это одно и то же или нет? Нет. CFD-контракты – это способ заработка. Это не акции. Это только способ заработка. Называется CFD-контракты. Контракты на разницу цен. Один из видов, как заработать. Смотрите, смотрите, Антонина, давайте объясним вам разницу. Вот вы знаете только про метод спекуляции, если прям 100% вы его понимаете. Это метод спекуляции. Метод спекуляции – это купить дешевле, продать дороже. Ну, как бы, ну, не всегда что-то может подешеветь, правильно? Ну, ждать очень долго иногда приходится для того, чтобы что-то подешевело и заработать, да, там, какую-то разницу на изменение этой цены. Это спекуляция. А есть метод уже, ну, чуть-чуть интересный. Когда это будет дешеветь, то все сложно заработать, когда что-то начинает дешеветь. Сложно заработать. Вот, а мы можем заработать на том, что что-то дешевеет. Смотрите, а мы можем заработать и на том, что что-то дешевеет. То есть на среди контрактов. Это контракт на разницу цены. То есть, если цена падает, мы можем открыть сделку на то, что она упадет. Вложить определенную сумму и сказать, что она упадет. Вот, я вам про то и говорю. Я делаю ставку. Один, скольки там, допустим. Я ставлю 100 долларов на то, что акции компании от каждого пункта упадут на 10 долларов. Правильно? Вы не, смотрите, смотрите, неправильно. Вы открываете сделку просто на падение. То есть, как бы, можно купить, можно продать. Есть две кнопки на платформе. Купить, продать. Вы нажимаете продать, актив. Продать какой-то. Хотя у вас этого актива по сути нет. Вот, Антонина, смотрите, я вам об этом и говорю. У вас его нет. Вы просто нажимаете продать. Это просто открывается сделка. Что я могу продать, если у меня его нет, этого актива? Вот, Антонина, в этом и интерес. Заработка на данный момент современного в том, что вам не нужно покупать и владеть акцией для того, чтобы на ней заработать. Вам достаточно открыть сделку на понижение цены. Вы нажимаете кнопочку продать. Она так называется. Просто называется на платформе. Это не значит, что вы что-то продаете. Это вы, по сути, как бы продаете свои деньги, если простым языком человек. Деньги свои продаем. Вот, да, совершенно верно. Вы как бы продаете свои деньги. И вы можете заработать на этом. Вы открываете нападение, допустим, цена упала на 10 долларов. Вы от каждого пункта проденного, то есть от каждого цента, заработали себе какой-то процент. Какой? Ну вот, уже в зависимости от того, какая у вас сумма, сколько времени вы в сделке. Мы говорим 100 долларов. Вот мы говорим 100 долларов. У меня есть 100 долларов, я эти 100 долларов ставлю на то, что акции компании упадут на 10 долларов. Когда вы открываете сделку, смотрите, когда вы открываете сделку, у вас на платформе есть куча кнопок. Ордера, лимиты и прочее. Сейчас мы можем разобраться. С ордерами и лимитами. Ну послушайте меня внимательно, еще раз говорю. Когда вы открываете на финансовом рынке, на бирже, вы заключаете сделку, у вас есть платформа. На платформе есть куча кнопок. Ордера, лимиты, временные рамки и прочее. Вы это все выставляете, либо же вы это не выставляете, а, допустим, да, там автоматически просчитывает эта программа вместо вас. Вы по окончанию уже сделки видите, сколько вы кому, там, грубо говоря, каких процентов должны заплатить. В конечном итоге, допустим, я не могу сказать точно, потому что это все индивидуально. Это все просчитывает программа индивидуально под каждого. Допустим, вы берете те же 100 долларов и открываете сделку вниз на падение цены. Цена упала, все супер, вы уже закрываете сделку, забираете свою сумму. Допустим, там, один лимит будет стоить, там, вам одну стотысячную цента. Какой-то, допустим, там, процент брокера, да, с комиссией брокера. Комиссия брокера, там, будет, там, 0,5 процента, вот, суммы вашей прибыли. Это все программа автоматически высчитает. Допустим, со 100 долларов на финанс, там, не знаю, там, на форексе, да, там, на валютном рынке. Вы, там, заплатите, ну, может быть, если прибыли будет, там, допустим, 20 долларов, вы, может быть, там, ну, 20 центов заплатите комиссии. Вся остальная прибыль ваша. 20, 15 центов, не более. Смотрите, я на рынке, условных, 100 участников. И они все 100 одновременно делают ставку на падение цены. Что происходит? Ну, просто люди открывают, как у нападения цены. И они все угадывают, что цена акции упадет, акции компании упадет именно, условно, на 10 долларов. Что происходит? Откуда мы заработаем эти деньги? Ну, вот я же вам и говорю, от оборота, от того, сколько людей на финансовом рынке торгуют. От оборота денег, от оборота денег. Антонина, скажите, пожалуйста, вы знаете, как банк работает? Вы знаете, как банк работает? Мы сейчас с помидорами еле разобрались. Мы сейчас будем банков скушать. Антонина, так вы не понимаете того, что я вам говорю. Еще раз, вот смотрите. Вы мне звоните, чтобы я поняла. Это то, Антонина, это то, послушайте, это то, что от вас никак не зависит и то, что на вас никак не влияет. Я хочу понять, откуда деньги, Зин? От тех людей, которые их вкладывают в сделки, от тех, кто зарабатывают и от тех, кто теряют. 100 человек, условных на рынке, сделали одномоментно ставку на падение цены акций на 10 долларов. И все выиграли, все угадали. Ни один не поставил на рост. Все поставили на падение. И акции действительно упали. И действительно на 10 долларов. Что дальше происходит? Ничего, вы забираете свою прибыль. Откуда прибыль? От оборота денег. От какого оборота денег? От того, сколько людей. 100 долларов. Им нужно всем дать прибыль. Где ее нужно взять? От оборота. Оборот. На межбанке эти деньги хранятся, если быть точнее. Они не могут взяться эти деньги из другой области. Они должны быть только в одной. Нет. Да. Нет. О чем тут межбанк? Подождите, а межбанк тут вы каким боком зашел? Потому что через международный банк тоже проходят деньги. Через офшоры. Эти деньги хранятся везде, где только можно. Повсюду. И в помидорах в том числе. Антонина, вам нужно немножечко отойти. Конечно, конечно, вы не понимаете, Антонина. Вам нужно чуть-чуть отойти от Советского Союза, попробовать понять по новой. Я вам задаю конкретный пример. Пока я вам конкретно все объяснила, Антонина. Не могут деньги оттуда прийти? Да, могут. Ну, могут же. Как же, если же люди их зарабатывают. Да потому что уже очень много вопросов, Антонина, Советского Союза. И не в синонсе, это другие люди. Вот 100 человек участвует в одной сделке. Вы, Антонина, давайте так. То, что вы не можете понять, вы с этим не спорьте, хорошо? Я не спорю, я пытаюсь понять. Нет, вы спорите, Антонина. Вы не пытаетесь понять, вы спорите. Я вам только что объяснила. Есть очень много людей, которые торгуют на бирже. Они туда свои деньги вкладывают. Все по-разному. Кто-то заключает сделку на падение. Кто-то на рост. Кто-то покупает акции. Кто-то заключается с учреждами занимается и прочее. Кто-то делает ставку на падение. Их много людей. Одной конкретной компании. Их много этих людей. Ну и что? Ну. Вы понимаете, что если компания, которая продает помидоры, она разоряется, она не может взять деньги. Да не только эта компания дает заработок. Эта компания дает часть заработка. Десятую, сотую, тысячную часть того, что выплачивается вам, дает компания. Все, что остальное, дает вам биржа. Эта биржа дает деньги, а не компания. Биржа дает 80% вашей выводы. Я биржу и сделку заключаю. Вы заключаете сделку на бирже. С кем? С представителем. На бирже с представителем компаний. На бирже с представителем компании Boeing. В данном случае. Мы про самолеты начинали. Алло. Там пропадаете ваши. Тут все связи. Плохо вас слышно. Ну я вас тоже плохо слышу. Какой-то этот. Пометьте на линии. Очень плохо слышно. Пометьте на линии, да. Я вас тоже плохо слышу. Такое было в самом начале разговора. В самом начале разговора такое же было, что я вас плохо слышу. Вашу коллегу, вернее. Скажите. Николай, не получится. У меня менее вопросов не будет. Вернее, мало вопросов не будет. И более чем пяти минут это не может не занять. Ну смотрите, Антонина Антоновна, дело просто в том, что мы уже сейчас с вами потратили две минуты из этого времени, понимаете. Мы могли бы обсудить с вами важные вещи. Это же ваша возможность, соответственно, обзавестись дополнительным источником дохода. Николай, вы по какому вопросу звоните? По важному вопросу звоните? Ну я же вам объяснил, по какому вопросу я к вам звоню. Я ваша, компания «Газпром». Это вопрос важный вы считаете? Важный. Ну конечно важный. Это же ваши доходы. Николай, дайте сказать. Вы считаете, что важные вопросы решаются в течение пяти минут? И на сколько, что ли, они решаются? Что-что? Вы считаете, что? Вы считаете, что вы оглохли? Вы считаете, что важные вопросы решаются менее чем за пять минут? Антонина Антоновна, смотрите, поскольку вы прошли регистрацию, да, два дня назад, и, соответственно, компания ее одобрила. Исходя из этого, да, как бы можно сделать вывод, что клиент уже понимает, чего он сюда пришел, он знает, что ему нужно. Просто не определился по условиям. Для этого я ей звоню, чтобы помочь клиенту выбрать условия, понимаете? Да, отлично. Позвоните мне после 12, и мы с вами обсудим все условия нашего с вами сотрудничества дальнейшего плодотворного. Антонина Антоновна, поймите меня правильно, я вам объясняю, мы физически просто не успеваем. Понимаете, сейчас вы положите трубку, соответственно, вашу заявку могут удалить. Ну, вы не удалите. Мы с вами потратили уже три минуты, смотрите, мы потратили с вами уже три минуты. Мы бы уже подобрались сейчас к вам по условиям проекта, вы понимаете это? Давайте не будем тратить время. Что мы не будем тратить? Давайте вы перезвоните после 12, вы себе карандашиком пометьте мой номер отдельно на бумажке, и перезвоните мне после 12. И мы с вами пообщаемся. Алло, Николай? Вы здесь еще? Да, алло. Да, отлично. Да, меня не слышно? Нет, вас не слышно было. Антонина Антоновна, сколько вам полных лет на данный момент? Сориентируйте меня. Николай, перезвоните мне, пожалуйста, после 12 по Москве, через 2 часа. Антонина Антоновна, у меня нет возможности перезвонить вам после 12. Вам что, не нужен этот источник дохода или что? Мне нужен этот источник дохода, но у меня нет возможности разговаривать. Перезвоните мне после 12. Поймите меня, Антонина Антоновна, я вам звоню уже третий день, у меня нет времени, чтобы тратить столько на каждого клиента. Не третий день звонить. Ну, вы потратили уже 5 минут времени, о которых я вам говорил, на то, чтобы опираться. Зачем вы это делаете? Давай, вы мне звоните первый раз. Вам что, не нужно? Вам это не нужно? Что? Надо мне про третий день рассказывать, вы мне первый раз звоните. Ваша регистрация была одобрена позавчера. Я вам звонил вчера весь день, понимаете? Вы мне вчера не звонили весь день, не надо мне рассказывать. Антонина Антоновна, вам нужен дополнительный доход? Вы хотите стать клиентом компании «Газпром». О чем мы сейчас разговариваем с вами 5 минут? Зачем вы тратите время свое и мое? Что? Звоните мне после 12. Мне будет удобно с вами разговаривать. Сейчас мы неудобно. Антонина Антоновна, мы потратили 5 минут по-напрасну. Мы же уже с вами все сделали. Вот по-напрасну не надо. Ну, вы серьезно? Я серьезно. Хорошего вам дня, до свидания. Да. Алло. Да, да, я вас слышу. Здравствуйте. Меня зовут Карина, я финансовый специалист компании «Газпром Инвест». Звоню касательно вашей регистрации на дополнительный заработок по «Газпрому». Да, слышу, но плохо. Прибавьте звук, пожалуйста. Да, конечно. Говорю, меня зовут Карина, я финансовый специалист компании «Газпром Инвест». Звоню касательно вашей регистрации на дополнительный заработок по «Газпрому». Отлично, Карина. Прекрасно. Хорошо, смотрите. Разбираетесь вообще в этой сфере и знаете, как тут люди зарабатывают? Нет. До конца не разобралась еще, поэтому еще не работаю. Ну, смотрите, так понимаю, ранее был опыт, так как за вами, я вижу, закреплен брокерский счет, правильно? Нет, опыта не было ранее. Брокерский счет давно зарегистрировали? Брокерский счет давно зарегистрировали? Да, конечно. Так понимаю, ранее просто оставляли где-либо еще регистрацию на подобное, правильно? Я не знаю где-либо, но вполне возможно, что где-то еще оставила, кроме «Газпрома». Я вас поняла. Вообще, какое-либо понимание об этой сфере есть? Что знаете, допустим? Ну, в целом что-то знаю, да. Знаю, что акции компании можно купить, получать дивиденды. И жить припеваючи. Да, особенно если купить пакет большой, желательно контрольный. То можно вообще припеваючи пить, жить. Ну и пить тоже. Ну, понятно, я сделала. Понятно. Примерно так. Хорошо, смотрите. Слушали вообще о новости «Газпрома» недавней, что они подписывают с Китаем контракт на большую поставку газа? Нет, не слышала. Ну, хорошо, смотрите. Компания «Газпром» подписывает контракт с Китаем на большую поставку газа. То есть, понимаете, на данный момент в «Газпром» компанию идет транзакция на сумму 297 миллиардов рублей. Понимание, как мы на этом уже сегодня сможем с вами заработать, есть ли? Нет, понятия не имею. Как в компании приходят деньги. Ну, приходят и приходят с нами. Ну, поряд ли поделятся этими деньгами, Карина? Или они будут с нами делиться? Сейчас, может быть, нужно где-нибудь через госуслуги подать заявку, ну, там, и оставить реквизиты дебетовой карты, чтобы туда начислили деньги, дивиденды. Смотрите, смотри. «Газпром» все-таки достояние народом. Понятное дело. На данный момент сумма сетная акция «Газпрома» составляет 268 рублей. Прогнозировано они вырастут на 17%. Что нам это даст? Вот, сейчас я вам объясняю. Сейчас я вам объясняю. Смотрите. Прогнозировано они вырастут на 17%. Почему? Потому что у них происходит транзакция в огромной сумме. И стоимость будет составлять намного уже больше. Если мы с вами, допустим, проинвестируем, к примеру, 15 тысяч рублей, купим акции по нынешней цене, продадим их в течение дня дороже и заработаем с одной сделки 2160 рублей. С одной сделки уже сегодня. Они в течение дня вырастут на 17%? Прогнозируемый рост? Конечно. Конечно. Вы же понимаете, что рост и падение акций зависит от многих событий в мире. Либо этой же компании, на которой мы собираемся сегодня заработать. То есть на компании «Газпрома». Угу. То есть сегодня можно еще пополговать успеть время 19 по Москве, да? Конечно. Конечно. Вы уже сегодня можете заработать с одной сделки? Конечно, нет. Нет, вы что? Чтобы вы понимали, что с одной сделки уже сегодня... Нет, вы что? Биржа не спит. В понедельник вы прятаете 24 на 7. Вы что? Ну хорошо, давайте так. Уже с одной сделки вы сегодня заработаете 2160 рублей. Вообще, как вы считаете, неплохая цена за час? За час отличная цена вообще. Вот, прекрасно. Ну можно, конечно, и больше за час заработать. В любом случае, почему... Ну, смотри, о чем заниматься этот час. Понятное дело. Понятное дело. Мы с вами только начинаем для того, чтобы вы разобрались с каждым. Все больше и больше, конечно, вы будете зарабатывать. Вам будет прикрепляться специалист, который будет вам помогать, так как вы новичок в этой сфере, который будет давать вам торговые сигналы, то есть объяснять, когда вы будете покупать акции, когда вы будете их продавать, для того, чтобы вы понимали, когда это правильно делать. И понятное дело, давать вам развитие в этой сфере, для того, чтобы вы вообще понимали, как эта сфера работает. Какое развитие? То есть переживайте вас в этой сфере для того, чтобы... Что значит давать будет развитие в этой сфере? Понятие, допустим... Вот, хорошо, давайте я вам объясню. На примере, вот, вы же не понимаете эту сферу до конца, как вы сказали в самом начале. Вот, развитие в этой сфере будет вам объяснять, как работает рынок, как вы вообще будете зарабатывать. Уже сегодня он вам объяснит наглядно, для того, чтобы вам было более понятно, как вы понимаете, что понять все-таки либо конструктивные выводы, и так далее, и тому подобное, вы сможете только после того, как попробуете. И от этого вы уже будете отталкиваться. Хорошо. А вы же понимаете, что сфера инвестиций предусматривает, что вы инвестируете в свои собственные средства, и они начинают на вас работать, верно? Ну, не знаю, наверное, наверное. Вот, конечно, да, смотрите. Вы инвестируете в свои собственные средства, они начинают на вас работать, деньги приносят деньги. Хорошо. Давайте тогда я расскажу, на чем мы уже сегодня сможем с вами заработать, и как работает сфера. Если не поймете, наглядно вам покажу. А сейчас немножко познакомимся. Договорились? Давайте, договорились. Хорошо. На данный момент, так понимаю, есть численная работа, и хотели бы просто тебе дополнительный заработок. С кем на данный момент работаете, в какой сфере развиваетесь? Я администратор в хозяйственном магазине. Ты администратор? Да, администратор. А где именно? В хозяйственном магазине. Там, где мыло хозяйственное продается, такое вот все. Я поняла вас. Прекрасно, хорошо. А на какой уровень дохода на данный момент вы ходите? Ну, так, чуть выше среднего по стране. Выше среднего. А как давно вообще работаете в этой сфере? Работает даже... Ну, как пришли. Шла, шла и пришла. Искала работу и шла. Я вас поняла. Шла, шла. Пирожок нашла. Села, поела и дальше пошла. Я вас поняла. Ну, так понимаю, просто не очень устраивает определенный заработок на вашей работе, правильно? Поэтому ищите для себя дополнительный доход. Ну, это прекрасно. А на данный момент сколько вам полных лет? Нет, вы неправильно поняли. Меня заработок вполне устраивает. Просто мне хочется немножечко на другие цели заработать. Попробовать грамотно инвестировать, правильно? Да, да, да. Узнать, что, по чем, детей, как. Да. Да, это прекрасно. Это прекрасно, что вы думаете об этом. Как я понимаю, у вас есть... Об этом все думки. Все думки об этом только. Все мысли об этом. Думки об этом, да. Есть какие-либо финансовые задолженности? Такие, как кредиты и постека? Нет, нет. Нет, прекрасно. А ранее были какие-либо просрочки по кредитам? Нет, просрочек тоже не было. Это прекрасно. Хорошо. На данный момент... Я дисциплинированный. Я дисциплинированный. Это прекрасно. Это прекрасно. Просто почему страшно. За карантином многие макияенты приходят именно с такими проблемами, как кредиты, ипотека и так далее и тому подобное. Это прекрасно, что вы действительно следите за своими финансами. Слежу, конечно, куда же деваться-то. Приходится следить. Чтоб, не дай бог, кто-нибудь другой не начал за ними следить. Приходится их прятать, постоянно перепрятывать. Я вас поняла. Вот как и с этим. Тиха украинская ночь, а стало надо перепрятать. Вот я и думаю, надо сегодня опять пойти перепрятать деньги. Вы не храните свои деньги на банке? На банке нет. Обычно в банку кладу и банку постоянно прячу. Важно, нет. А почему плохо, негативно относитесь к банкам, такие как СБР, Синьков и так далее и тому подобное? Да там в банках, знаете что, там постоянно участились вот эти звонки мошенников, по телефону звонят и обкрадывают людей, в кредиты вгоняют. И говорят, давайте мы ваши деньги на сегрегированную ячейку спрячем от недосбросовестных банковских сотрудников. Я так понимаю, уже попадались, да? Я не попадалась, просто я столько наслышана, что сняла все свои деньги и положила их дома в банку, засунула и все. И перепрятываю только банку постоянно. Там они у меня надежные, инфляция их, да, их инфляция не касается, ничего так прям стороной проходит все. Вот. Это прекрасно, но вы в случае, допустим, как зарплату получаете, наличными либо на карту? Нет, зарплату мне, я на карту ничего не получаю. Зачем? Я же вам говорила, что участились в случае мошеннических действий со стороны банковских сотрудников. Я понимаю, мы сами сотрудничаем, да, я прекрасно вас понимаю, мы сами сотрудничаем с правительственными органами на данный момент, так как участились мошенники не только в банках, но и во всех других сферах. Поэтому многие мои клиенты на данный момент приходят именно с плохим опытом, обманывали и так далее и тому подобное. Поэтому я узнаю определенную информацию для того, чтобы передать органам, для того, чтобы этого больше не повторялось. Да, да, да. Поэтому я и наслушалась этого всего, думаю, да, ну, у вас всех нафиг и все. И теперь сижу с кубышкой дома. Я вас поняла. Ну, хорошо, прекрасно. А вообще на что хотели бы, так скажем, заработать свои первые деньги? Почему первые деньги? Я свои первые деньги уже давно потратила, вы что? Нет, я имела в виду. Это было так давно, что я забыла вообще, как они выглядели. Первые мои деньги, заработанные, выглядели еще так, как вы их не видели. То есть еще были советские рубли, вы не знаете об этом. Вы потому что родились уже при нынешнем. Ну, я чувствую по голосу, что вы родились уже при... Ну, мне так многие говорят, 46 лет. Сколько? Мне 46. Да вы что? Так вы бабушка уже подели, да? Почему бабушка? Ну, потому что внуки есть, 46 лет. Нет, 46 лет уже внуки бывают. Конечно, да, у меня есть уже первые внуки. У вас уже внуки? Сколько лет внуку? Два года. Два года внуку? Ух ты. Ну, потому что у вас голос очень молодой, поэтому... Понятно ничего. Вы тогда застали времена застоя. Конечно. Я же имела в виду голос, потому что, так скажем, многие компании, специальные программы для изменения голоса, для того, чтобы клиентам было приятнее. А, то есть у вас изменен голос. А, вон оно что. Для того, чтобы ничего лишнего не подумали. Но в любом случае хорошо. Я имела в виду тот факт, что уже... Ну, хорошо, в любом случае, смотрите, я имела в виду вам с самого начала... Ну, а вы 11-летки учились? 11 классов вы после 9-го уходили? Нет, нет, 9-9. Нет, но я имею в виду, что школа была 11-летняя уже? Да, конечно. В каком году после 9-го класса вы не помните? А куда ушли учиться? На кого учились? Ой, смотрите, в случае я могу рассказывать... Карина, Карина, Карина. Нет, скажите, я могу рассказывать... Нет, подождите, подождите. Я могу рассказывать вам о многом, о себе, так далее и тому подобное. Мы сейчас с вами разговариваем о финансах, правильно? Да понятно, просто вы же сказали, познакомиться поближе. Вот я и хочу с вами поближе познакомиться. Понимаете, не часто встретишь человека, который родился в советское время, вот, но при этом не помнит, в каком году 9 классов закончил. Подождите, а почему не часто? Ну, не часто, потому что у меня круг людей гораздо моложе, которые уже родились в то время, когда рубль был уже таким, как сейчас. Ну, хорошо, на данный момент, на данный момент у вас сколько полных лет? Мне 30. 30? Да. Вот, и у вас эту, как еще либо подруг, допустим, знакомых, в таком возрасте, как я? Ну, есть, но я же говорю, что не так много. Вот поэтому я вас и спрашиваю, а вы даже не помните, в каком году вы 9 классов закончили и на кого учились? Почему? Подождите, конечно, я помню. Я закончила в 1992 году. Но я говорила о том, что я могу много... Что у вас за праздник? А что у вас за праздник? Алло, алло. Да, еще раз. Что у вас за праздник, говорю? Алло, алло. Что у вас за праздник? Да, да, что у вас за праздник там? Да, недавно мы повесили свой рекорд, наш клиент заработал больше, чем обычно. Больше, чем обычно, это сколько? Как, чтобы понимать? С вами можно больше, чем обычно, зарабатывать? Конечно, можно. Ну, смотрите, вы же должны понимать, что я имею 5% от вашего чистого дохода. Ну, вот хочется и понимать. Вот, хочется и понимать. Ну вот, ну вот, подождите. Я говорю вам о том, что вот, допустим, вы заработали примерно 100 долларов, а я от них имею 5 долларов. В нашем интересе, чтобы вы зарабатывали больше. Но вы должны понимать, что это не золотая кнопка, правильно? Карина, а вы в 92-м уже 9 классов закончили? Конечно. А в школу вы во сколько пошли? Во сколько я пошла в школу? Да. 5 лет? Я говорю вам о том, что... Ух, ничего себе, вы там так долго учились. И в 92-м пошли, закончили 9 классов. Ёшкинку. И такое бывает. Вы 12 лет 9 классов заканчивали? Были определенные свои сложности в плане здоровья, так далее и тому подобное. Понятно, понятно, бывает Антонина, дорогая Сейчас секунду побудьте на связи Секундочку, прям не отключайтесь, пожалуйста Я микрофон включу Алло, 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 да, да, Карина Да, конечно, Антонина, дорогая моя Я говорю вам о том, что не первый заработок, который вы в жизни заработали А какие у вас цели вообще, на что планировали заработать свои первые деньги именно в качестве инвестиций? А, в качестве инвестиций? У вас должна же быть такая либо цель, да Да, у вас должна быть цель, правильно? Конечно, да, дом построить, баню построить, полейницу для дров построить Прекрасно Я понимаю, есть любимые дети, правильно? Безусловно, конечно Малыши бегают по дому, малыши Я вас поняла Ну, хорошо, смотрите В любом случае Не стесняйтесь задавать любые вопросы, которые вам интересны Так, вы должны для своей же безопасности понимать, куда вы идете, правильно? В любом случае, вам будет прикреплен специалист, который вам будет помогать на протяжении всего времени Это, во-первых, давать вам торговые сигналы, как я говорила ранее Так вы понимаете, что я разбираюсь больше, чем вы, для того, чтобы вы, так скажем, ничего не потеряли и так далее и тому подобное И, понятное дело, давать вам развитие в этой сфере Понимаете, у вас будет возможность уже сегодня попробовать, посмотреть, заработать свои первые деньги Посмотрите, как вы работаете сфера и уже от этого отталкиваться Так вы взрослый человек, взрослый, понимаете, что сделать какие-либо конструктивные выводы вы сможете только после того, как вы пробуете Ну, наверное, да Ну, хорошо, на данный момент вы вообще понимаете, как мы уже с вами, уже сегодня сможем заработать? Нет, нет, вот этого я не понимаю, как мы сможем сегодня с вами заработать Ну, хорошо, давайте еще раз Уже сегодня мы с вами можем заработать именно на компании «Газпром» Такой, например, этот контракт на данный момент на большую сумму Акции выросли, прогнозированные 17% Буквально где-то через 40 минут уже можно начать Так как акция будет расти вверх Мы на этом заработаем уже на одной сделке сегодня 2160 рублей Теперь понимаете? Ну, да, понимаю, да В любом случае, сколько бы я вам ни говорила, как вы понимаете, что понять до конца вы сможете только уже тогда, когда попробуете посмотреть Своими глазами, как это работает и так далее и тому подобное Угу, сколько ни говори мед, в рту сладко не станет Да-да-да В любом случае, вы должны понимать, что это не золотая кнопка, на которую вы нажимаете и идет золотой дождь Нет, это не так В любом случае, вам нужно будет потрудиться, посмотреть, как работает сфера и так далее и тому подобное Понимаете? Хорошо, да, понимаю О чем я вам говорю Да, понимаю, да Вот Да, у меня просьба такая Подождите, у меня просьба такая Побудьте на связи еще минутку, пожалуйста Я микрофон отключу Алло Алло, Антонина, здравствуйте Здравствуйте Меня Артем зовут, компания Я вижу, вы интересовались дополнительным доходом, верно? Верно, Артем, какая компания? Револют-эксперт Револют-эксперт Можете ознакомиться в интернете Револют-эксперт, да Вы, возможно, интересовались, да, с «Газпромом» вообще Оставали заявочку под «Газпромом»? Вы там не нажимаете ни на чего Не нажимаете на кнопки, а то пикает Да, интересовалась Я не наживаю? Да, интересовались Ну да, какое-то пиканье, да А, пиканье какое-то, возможно, я нажал все, сейчас убрал руку Да, смотрите, я хотел вам сказать, надеюсь, сейчас вас не отвлекает, или вы на работе Нет, не отвлекаете, я могу говорить А, давайте, не можете говорить, да? Вы меня не отвлекаете, я могу говорить А, нет, все, 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 я просто вас почему-то плохо слышу, обрывается Смотрите, хотел вам все уточнить Вы уже ранее связывались с вами, то есть по этому поводу По поводу торговли на финансовых рынках и биржах, сферы инвестиций и прочее? Ну, из вашей компании я не помню С компанией с таким названием? Нет, ранее, из других компаний, возможно Из других компаний, возможно, да Да, понял, хорошо Смотрите, то есть, что я могу предложить из нашей компании? То есть, есть у нас пароговая система Это понятно, вам говорили о том, что приступать люди со своим капиталом Я думаю, вы это понимаете Но у нас люди могут приступить с намного меньшим капиталом То есть, это от 100 долларов За то, что у нас более обширная клиентская база Вы можете приступать с данным капиталом И также можете участвовать в корпоративных сделках То есть, это те сделки, которые за 4-5 дней приносят порядка 40% доходности Ну, это вы заранее подготавливаетесь То есть, аналитик вас на них зачистывает И вы на них попадаете Что значит корпоративная сделка? Что значит корпоративная сделка? Вот, я вам сейчас объясню, что значит корпоративная сделка Вот на примере у нас сейчас она проходит То есть, это сделка на нефть Вот, к примеру Ну, так же она может быть на акциях других компаний Но вот, к примеру, у вас на нефти такое То есть, возьмем мы нефть WTI Это нефти США То есть, есть еще несколько, но вот возьмем на этот пример То есть, выходит еженедельный отчет о запасах нефти США Вот именно по этому названию Допустим, мы можем отталкиваться уже от этого отчета То есть, смотря сколько нефти было добыто там за прошлую неделю То есть, если нефти становится меньше, соответственно, цена будет расти Потому что нефти на рынке становится меньше Вот, если больше, то цена будет падать Вот от этого уже проведя анализ, то есть, месячный анализ всего рынка То есть, именно по этой нефти Можно уже прийти к новому выводу, что нефти будет расти в цене То есть, цена падает Опять же, на этом можно заработать И наша компания Почему эта сделка именно корпоративная? Потому что наша компания также выделяет средства на эту сделку То есть, на сделку по нефти можно заказать только тысячи долларов Но не каждый же может сейчас правильно выделить тысячу долларов для того, чтобы вот купить Это же нефть Правильно, я думаю, вы все равно согласны То есть, что делает наша компания? Вот, приступайте вы со своего капитала Наша компания к вашему капиталу добавляет недостающие средства Вот, там, 900 долларов, 800 долларов Для того, чтобы вы могли участвовать в этой сделке И понятно, что вы зарабатываете порядка 40% от своего капитала Наша компания зарабатывает порядка 30-40% от тех средств, которые добавила наша компания Вот, это корпоративная сделка Также мы зарабатываем в основном, если на обычной сделке, то это от вашей прибыли 5% Заработали вы 100 долларов, наши 5 долларов Вот так Я думаю, в этом вы понимаете Какие-то вопросы по работе? Я так понимаю, вам уже объяснили, да? То есть, работа по торговле... Нажимаете там ни на чего? Ничего не объяснили, да? Нет, вы говорю, не нажимайте ничего там кнопками А я ничего не нажимаю Я просто слышу... Я тоже слышу его Да? Да, возможно, что-то со связью, то есть, я не знаю Да, смотрите, то есть, я хотел узнать, ну, как, насколько вы понимаете эту сферу? То есть, когда мы общались с компаниями, что вам говорили, то есть, о этой сфере? Ну, что-то говорили, единственное про корпоративные сделки, я слышу от вас впервые Да, понял Вот, корпоративные сделки слышите впервые Я, к примеру, ну, могу вам и пример провести, и мы можем даже поучаствовать в такой же сделке То есть, у нас она сейчас проходит И также будет еще стартовать одна, это сегодня вечером, потому что в 17.30 выходит опять же отчет о запасах нефти США Каждую среду можете убедиться в этой информации, то есть, даже в интернете, то есть, везде это все показывают То есть, когда... Мы прям нефть будем покупать? Ну, понимаете, есть, как бы, есть цифровая, то есть, чтобы вы понимали, это когда, ну, грубо говоря, цифровая нефть, так называется Когда она именно есть на рынке, то есть, грубо говоря, покупаете эту цифровую нефть Цифровая нефть? То есть, она как бы в цифрах, понимаете, вы не напрямую физически приезжаете, покупаете пароль нефти Вот Не напрямую приезжаете физически, а вы заходите на рынок, на биржу, и покупаете там вот эту вот нефть, понимаете Это так же, как с акциями компаний То есть, вы напрямую заходите, покупаете акции компании Акции-то я могу физически купить? Акции я могу физически купить? Ну, и акции вы можете физически купить, и можете так же и нефть физически купить А что значит цифровая нефть? Ну, и так же можно воспользоваться биржей Что значит цифровая нефть? Ну, я же вам... Ну, я же вам объясняю... Нет, подождите, вы объясняете, я же не сказала еще, что я поняла А, ну, я вам вот это и пытаюсь сейчас объяснить. Давай. То есть что я имел под этим в виду? Что имел я под этим в виду? Вот, как-то цифровой нефть, грубо говоря. Вы заходите, то есть это та же нефть, что есть, вот если физически приехали ее покупать, только она на рынке. То есть она в цифрах там. Ну вот я ее так и назвал вам ее. То есть вы заходите, то есть вы понимаете, насколько вы можете, ну, как бы купить эту нефть? На тысячу долларов, сколько я нефти могу купить? Вот я вам пример приведу сейчас, если по WTI, сейчас я цену посмотрю точную, это примерно 10-11 баррелей нефти. Ну вот 11 баррелей нефти я могу купить. Ну, и они у меня где-то будут, словно говоря, в закромах. Вот. Да, они будут у вас в портфеле в этом. То есть ваш торговый счет, это и есть ваш, как бы, инфекционный портфель. Они будут у вас в портфеле. То есть вы являетесь владельцем вот этой вот частички. Ну, все нефть, которая была добытой, вы являетесь владельцем вот этой частички. То есть физически вы ее не можете приехать взять, но она у вас есть. То есть вы спекулируете на рынке ее. То есть вы ждете, пока цена вырастет, и потом ее продаете. То есть всегда в любом случае эту, то есть тот или иной актив, или нефть, или валюту, ее купят, потому что всегда ею спекулируют. То есть в этом и плюс. Торговля на рынке, то есть на такой бирже, я имею в виду, что это необычная торговля, где нужен спрос обязательно для того, чтобы заработать. Здесь постоянно происходит спекуляция вот активами, валютой и прочим, для того, чтобы люди зарабатывали. А здесь спрос не нужен, правда? Не в этом спрос? Что, стоп, повторите, пожалуйста? Здесь спрос не важен? Вы говорите, на обычном рынке важен спрос, а здесь он что, не важен? Ну, конечно, на обычном рынке важен спрос. Здесь спрос не играет такой роли. Здесь играет роль более ажиотаж, понимаете? Когда я, вот, пример вам огромный, это когда Газпром закончил строительство северного потока, закончил строительство северного потока в 8.30, они об этом объявили в 5.30, вроде, я не могу точно число вам сказать. Объявили это. И на этом ажиотаже, то есть, люди понимают, что сейчас будет более крупная поставка уже газа в Европу, то есть в Германию в ту же. И цены, доход Газпрома будет расти. Соответственно, цены на акции Газпрома будут расти. То есть, было бы выгодно сейчас купить акции компании Газпрома, через определенное время, даже через те же несколько дней, продать их по более выгодной цене. То есть, это более ажиотаж, понимаете? Люди сами наводят на этом ажиотаж. Ну, смотрите, акции Газпрома, акции Газпрома сейчас, ну, до сих пор продолжают расти. Зачем их купить в момент и потом продавать? Зачем? Если они растут. Нет, на данный момент я вам в этом... Подождите. То есть, вы... Зачем их сейчас... Продавать их зачем? Попейте продавать зачем? Если они растут. Нет, ну, можно, конечно, подождать. Я же об этом... Это я вам пример привожу. Я не говорю сейчас их продавать. Ну, вы говорите, через 2-3 дня их продают. Ну, так они за неделю вырастут еще больше. Ну, я же... А дальше я вам говорю как пример это, понимаете? То есть, я не аналитик. Я вам не могу провести точный анализ, через сколько будет выгоднее всего продать и прочее. Я вам говорю как пример называю. Ну, акции-то мы физически купим. Мы акции физически будем обладателем этих акций? Ну, конечно, мы будем обладателем этих акций. Они у вас будут находиться в портфеле. Вы являетесь уже напрямую, когда вы покупаете эти акции. А портфель будет находиться? Ваш торговый счет, в котором вы занимаетесь, есть в вашей институционной портфеле. То есть, вы, когда покупаете эти акции, вы становитесь, ну, понятно, что инвестором, то есть, и акционером данной компании. Я куплю акционером компании. Правильно? Я куплю акционером компании Гастон. Да, акционером. Где они находиться будут? На вашем торговом счету, на вашем институционном портфеле. То есть, это и есть одно и то же, понимаете? Есть просто инвестиционный портфель. Я поняла. Ну, а какой еще есть? Дай. Что-что? Ну, вы говорите, есть просто инвестиционный портфель. А еще что-то? Да, есть просто инвестиционный портфель. Это просто люди инвестируют, то есть, либо, ну, или портфель акций. Так это просто люди покупают акции и все То есть они там лежат И в будущем, ну то есть приносят Человеку, владельцу акции Дивиденды, дивиденды, выплаты Акции при этом где находятся? А вот Что-что? Акции при этом где находятся? У вас Они находятся у вас На вашем портфеле Ну вы создаете счет Создаете для себя портфель И они находятся у вас Ну как, физически вы можете приехать Физически Так же вот как делали ранее То есть приехать в какую-то компанию Либо приехать в Москву на биржу И там если получится Я просто физически, я никогда их не покупал Физически приехать на фондовый рынок Это тоже там Офис, который предоставляет брокерская компания Вы приехали, можете купить акции И они у вас будут на руках Акция определенной компании То есть ценные бумаги Либо можете купить То есть в цифровом виде Они будут у вас То есть сейчас же Я думаю, вы понимаете Что сейчас Век новых технологий Сейчас можно Все использовать Все по-другому Ну да, да Я так понимаю Я с вами поговорил Я так понимаю Вы в этом Неплохо так и разбираетесь Верно? Я бы не сказала Что неплохо Но разбирать Чуть-чуть А, ну вы Ранее интересовались Считали, возможно Пробовали себя в этом То есть торговали, нет? Нет, не торговала А, понял Хорошо Ну, вот Именно по работе Нашей компании Остались какие-то вопросы? Конечно Остались какие-то вопросы Где компания находится? Вы являетесь? Можете ничего там не нажимать? Что нажимать? Я не нажимаю ничего Вы понимаете? Нет уже никого третьего У нас на линии С вами Правильно? Нет, никого Я тоже это слышу Понимаете? Эти подсоединились И слушают Наши с вами разговоры Нет, можете В этом не беспокоить Смотрите Юридический И фактический адрес Вашей компании Находится в Истинбурге Я могу вам его сбросить То есть вы можете Знакомиться с бизнес-центром Посмотрите Что действительно Наша компания Присутствует В этом бизнес-центре Также Если звоню Я вам звоню Сейчас по московской линии Сразу объясню Чтобы не было вопросов Потому что Для граждан Российской Федерации Мы выкупаем Московскую Ну, то есть Линию через Москву То есть Находится сервер в Москве И мы связываемся уже С клиентами Российской Федерации По этой линии То есть Также я могу вам позвонить Чтобы вы убедили Что у нас есть Европейские линии Флизкие линии Я могу вам С вами связаться И с этих линии То есть Это для вашего же убеждения Просто я заранее Иногда задаю вопрос Я заранее вам на это ответил То есть Физически У вас офис На территории России нет Физически Юридически Да Мы находимся В Лексенбурге Стана Лексенбург Город Лексенбург Ага Ну, я и говорю На территории России У вас нет Представительства Никакого Представительства в России У нас нет У нас был Находился офис в Москве У Вавилова Но сейчас Его Как Потому что Не выгодно Упразднили Упразднили Его А почему не выждут Почему не выгодно Не выгодно Потому что В Российской Федерации Это Понимаете Не очень Сфера развита То есть Сфера инвестиций И содержать Данный офис То есть Было не так выгодно То есть Когда Есть у нас Люди Которые Из Российской Федерации Которые просто Торгуют То есть Занимаются Этим То есть Аналитики Российской Федерации Которые этим Занимаются Да Я однако Я родом Красного края Просто меня Просто меня Содители отправили Что-что Откуда вы родом? Краснодарский край Город Джубка А Недалеко от Новороссийска Лермонтова Джубка Да Это курорт Мы там Недалеко где-то Да Курортный городок Джубка Ну Мы все тут Недалеко По масштабам России Мы тут Недалеко И вот Как я сюда Вопал Чтобы вы понимали Меня родители Отправили на Меня отправили На обучение Я учился На экономисте Я уже отучился То есть И параллельно Когда я здесь учился Мне предоставили Возможность практики То есть В данной компании То есть Как это все происходит И мне понравилось Мне предложили Трудоустройство То есть И я как бы Занимаюсь И торгую для себя Параллельно И вот Занимаюсь Привлечением Клиентов Вот Много наторговали Уже Ну Так Если он скажет Ну стабильно Я там С себе торгую То есть Это Тысяча Полторы Две Тысячи долларов Месяц Я себе торгую То есть Я уже проживаю На протяжении Четырех Лет И там Пяти или шести месяцев Уже на территории Люксембурга И в принципе Я неплохо уже шестой Или седьмой Месяц Я как раз Трудоустроен И торгую То есть Мне это очень Подходит Мне это очень нравится То есть Я также хотел Предлагал Также родителям Эту возможность Ну Опять же Родители у меня Немного Старой закалки Говорят Им это не нужно Не нужно Торговать Или в Люксембург Поехать Жить к вам Нет Не нужно Ну вот Они не хотят Этим заниматься Они Ну Они Заниматель Предпринимательской Деятельностью И как бы Им это не очень Интересно То есть Они говорят Мы этим заниматься Не будем Ну Без проблем Говорю Я настаиваю На этом Курортный городок Там Можно сдавать Недвижимость Да Варь Что-то Посмотрите Пожалуйста Говорю Джупка По-моему Курортный городок Да Курортный городок Верно Ну В смысле Курортный Там Черное море Вот Там Можно купить Недвижимость И сдавать И в аренду У нас Недвижимость Есть В Анапе Есть В Анапе Есть А родители Сами занимаются Магазином Автозапчастей Ага Какие машины Что-что Каким машинам Автозапчасти В основном В основном Это дальнобойные Грузовые И прочее Ну так же есть И для легковых Но в основном Это Вот это Так же В основном Просто автозапчасти Оно как раз Находится Там же Проходит Недалеко И дорога То есть Отсюда Можно поехать И через Лену В Сочи То есть Можно Там Оно Дорога То есть Там Да Там Дорога Проходит Из-за этого Там эти магазины Как раз Находятся И это Довольно-таки Удобно Хорошо Так что Вот А вы Говорите Вы рядом Вы откуда Это Если хотите Можете не говорить Мне интересно Ну я же говорю Да У нас По меркам России Все рядом Вот Поэтому Да Центральная Часть России Учитывая Ее протяженность Да Там и рядом Вот Теперь скажите Там В Люксембурге У компании Вашей Есть Как он называется Регулятор Кто регулирует Действие Компании Регулируется Смотрите Регулируемся Мы Ну есть Правые Регуляторы Я так же могу Если вам Интересно Правые Регуляторы И прочее Я могу Вас связать С более Компетентным Сотрудником Честно говоря Потому что Я могу Как бы В этом Я в этом Не разбираюсь Также Мы Относим Смотрите Компания Революте Эксперт Мы Относим Есть Европейский Банк Революте Банк Называется Компания Банковские Услуги Кредит Мы Как Дочерняя Компания Относимся К Революте Банку То есть Мы Являемся Компанией Революте Экспертом На Дрот Мы Как Ответение Такое Идет Вот Регулируемся Мы Как бы Правыми Нормами Именно Этого Государства Ну То есть Вообще Европейск Государствами Ну То есть Все Нужные Мне Документы Вы Мне Представите Да Конечно Я вам Предоставлю То есть Я вам Заранее Могу Все Отправить Также Будет Лучше Всего Будет Лучше Всего Чтобы Я Отправил Эта Платформа То есть Это То что Я Возбросил Где Будет Находиться Ваш Счет То есть Это Будет Лучше Всего Я Возбросил Платформу Там Во-первых Все Указано Есть Документация Все Платформа Метатрейдер 5 Это Платформа На которой Вы будете Совершать Торги То есть Метатрейдер 5 Это Выход На Рынок Там Про вашу Компанию Не будет Всей Нужной Мне Информации И Наши Я говорю И Наши Также Сбросил Я Не успел Договорить Да И Наши Также Сбросил Так что Можете Не беспокоиться Тогда Что Я так понимаю В первую очередь Нужно вам Сбросить Эти Седаны И тогда Мы уже С вами Компетентно Будем Продолжать Разговор Верно Да 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 Предметно И Такой еще Момент Компания Конкретно Чем Занимается Я Может быть Пропустила Вначале То есть Какие Услуги Оказывает Компания Какие Услуги Конкретно Оказывает Брокерские Услуги Компания Будет Брокерские Услуги Ага Да Так То есть Выход на этот Должна быть Брокерская Лицензия А такой еще Момент Мы с вами Про акции Говорили Говорили Но вы Не договорили Где они Хранятся Акции Акции Не могут Храниться На счету Торговом И в портфеле Акции Должны Храниться В другом Месте Знаете Возможно Я ошибся То есть Возможно Ну Если что Опять же Говорю Я могу Передать Более Капитет Сотрудник Который В этом Более Разбирается И он Вам Все Объяснит Я мог Ошибиться Я В этом Не Опытаюсь Понятно Ну Раз Вы Хотя бы Говорите О том Что Не Все Знаете Это Уже Хорошо Это Лучше Чем Все Тогда Все Договорились Вам Будет Удобнее На Почту Сбросить Или Возможно Мессенджер Нет Нет Мессенджера Нет Такого Просто На Кто Вас Регулирует Где Вас Найти Конкретно В каком Списке У какого Регулятора Хорошо Да Все Соответствующие Данные Для Подтверждения Нашей Работы Все Договорились Хорошо Все Ожидайте Алло Антонина Здравствуйте Меня зовут Редина Звоню Касаем Ваша Регистрация Вы Интересовались Здесь Дополнительным Заработком Но К работе Так и Не Приступили Звоню Узнать Сейчас Одну Секунду Я Выйду Зачем Пообщаемся Где Регистрировалась Это О ком Речь Идет Вы Интересовались Акциями Газпрома Помните Да Ну Компания Ваша Как Называется Вы Откуда Звоните Кристал Кристал Инвес А Кристал Инвес Было Дело Было Было Да Так давайте С вами Обсудим Почему Не Приступили К работе Семья Разговаривала Вы Звонили Из Вашей Компании Конечно Вы Разговаривали Уже Поэтому Я Набираю Пакторно Имя Можете Мне Сказать Менеджера Антонина Вы Разговаривали С Сергеем С Сергеем Да Сергеем Я не помню Конечно Ну Ладно Покопаюсь В этих Я думаю Это не Так Важно Почему Это Очень Важно Почему Они Узнают Почему Вы Приступили К работе Видимо Кто-то Начало Смышать Я Даже Не могу Припомнить О чем Мы С ним Разговаривали Поэтому Возможно Что меня Что-то Смутило Да Все Вполне Возможно Возможно Менеджер Вам Что-то Непонятно Вам Объяснил Вполне Возможно Да Там Нет Указано Причины Что Случилось На чем У нас Разговор Закончился А как Давно Был Разговор Ну Смотрите Вы Последний Раз Разговаривали 22 Числа 22 Числа Так Хорошо Ну Есть Какие Нибудь Там Прометки О чем Мы Разговаривали И На чем Остались Да Я Вам Позвращала Что Я Звоню Знать Причины Вас Плохо Слышно Вас Плохо Слышно Вы Курак Прокадаете Вас Отлично Еще раз Я не Подумала Что Вы Сказали Что Вы Сказали Последний Да Вы Можете Объяснить Да Почему Не Приступили К Работе Я Не Могу По Объяснить Почему Я У вас Он Сел А Да Да Я Просила Перезвонить Все Все Я Помню Да 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 Просила Перезвонить Да Было Дело Да У меня Садится Да Катастрофически Все Я Вспомнила Не Помню Суки Разговора Но Вспомнила Вот То есть Вы Оговаривали Касательно Сотрудничества То есть Как Вы Будете Зарабатывать И Сколько Правильно Ну Да Да Вот Какую Вы Суму Оговаривали Для Активации Или Вы До Этого Этапа Не Дошли Не Дошли Наверное А у Вас Там Нету Краткой Суки Разговора Разговор Записан Краткого Комментария К Разговору Кроме Того Что У Меня Батарейка Садилась Есть Начали Долго Вы Ознакомились Небан Его Скинули Ага Скинули Да Договор Нет Договор Я не Находила Не Видела То есть Вам Ватап Еще Его Не Скинули У меня Нет Ватапа Он На почту Должен был Скинуть Хорошо То есть Так же Я вижу Вот Что Потом Восел Телефон Что Вы С Опытом В Этой Сфере Правильно Ой С Опытом В Этой Сфере Нет Опыта У Меня Нет В Этой Сфере У Меня Как Б Какую-то Информацию Я Знаю Но Назвать Это Опытом Нельзя Хорошо Смотрите Давайте Вкратце Расскажу О Что Мы Вам Даем Как Вы Будете Зарабатывать Хорошо Ну Конечно Да Да Давайте Вот В первую очередь Вы Без Опыта Мы Предоставляем Вам Специалиста Который Будет С вами Работать На Протяжении Всей Работы Вот То есть Он Будет Вас Обучать Помимо Обучения Вы Будете Видеть Сразу Первый Какой-то Результат Вот Также Будет Вам Давать Торговые Сигналы Знаете Что Это Так Ну Смутно Так Могу Чисто Логически И До Этого Дойти Что Знаете Как Это Поезд Когда Подходит К Какому-нибудь Переезду Сигналит Вот Так же Наверное Он Сигналы Какие Давать Возможно Ну Смотрите Торговые Сигналы Это Общий Анализ Рынка То есть Биржи И Общий Анализ Новостей О Бирже И Специалист Понимает Когда Будет Выгодник Купить Или Продать Что Вы Заработали Потому Что Сам Заработок Происходит На том Что Мы Покупаем Или Продаем Маши Например Сегодня Можно Подешевле Через Парк День Поднимается В цене Мы Сами Быстрее Продаем И Вы Имейте Свой Доход Вот И Зарабатывать Можно Как От Понижения Так И На Повышение Цены Вы Подскажите Вас Вообще Будет Время Уделять Специалисту Алло 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 Меня Не Слышно Такое Это Время Нет Наушник Без Микрофона Да У меня Просто Наушник Где-то Затерялся И Мне Сейчас Приходится На Громкой Связи Без Наушником Ну Рассказывайте Формат Работы Вот Я У вас Спросил Сколько Вы Готовы Времени Уделить Специалисту Если У вас Вообще Свободное Время Свободное Время Бывает Конечно Почему Бо Не Уделить Специалисту Вашему Он Дает Аналитику Где-то Два Три Часа В Неделю Сможет Да Он Дает Аналитику Он Дает Вопрос Вот Непосредственно Также Будет Создать Бизнес План Что Входит Бизнес План Желаемая Сумма Вашего Дохода Ваши Обязательные Платежи В месяц Какие Платежи Ипотека Просто Многие Клиенты У большинства Гражданин России Есть Ипотека Либо Кредит То есть Они Обращаются За финансовую Поддержку Для того Что Есть Финансовое Обременение Вы Это Имеете Ввиду Да Хорошо Так Вот Вы будете Специалистам Тоже Это Все Учитывать И Непосредственно Выводы Ваших Средств Вы Месяц Можете Выводить Не Больше Пяти Раз Понимаете Да Почему Такие Ограничения Не Больше Пяти Раз То есть У вас Ограниченная Какая Дефекация Да Что Что Дефекация Ограниченная Почему Она Ограничена Пятью Разами А суммы Есть Ограниченные Ограничения По Суммам Нет Ограничения Нет По Количеству Только По Количеству А чем Это Связано Чем Это Аргументировано Это Связано С тем Что Были Такие Ситуации Когда Клиенты Могли Просто Ночью Снимать Деньги Без Какой Рекомендации Специалиста А Эти Деньги Сел Комашинер И Потом Клиент Просто Кричит На Специалиста Что Это Он Виноват Что Не Предупредил Хотя В бизнес Плане В этот Месяц Все Даты Вывод Средств Были Уже Ранее Записаны Если Раз 26 Вы Это Списывали То Вы Будете Понимаете Да Нет Ну Мало Ли Может Форс-мажор У кого Там Сидели Мужики В бане Девочек Вызвали А Денег Не Хватило Надо Снять Срочно Со Счета В бизнес Флане Это Финансовая Грамотность Ну Мы же Не Будем Списывать Нашего Клиента Финансовая Грамотность И Поход В баню Когда Человек Ехал В баню Он Понимал Что Ему Нужны Будут Деньги Для Девочек Для Алкоголя И так Дальше В бизнес Флане Это Не Было Прописано Поэтому Ну Раз И Знаете Как Не Все Запланируешь Когда В баню Идешь Что То Может Пойти Не Так Вот Вдруг Из Предложенного Списка Девочек Понравится Не Две А Три То Сверх Лимит Он Там Не Один Правильно Ну Вот Всем Понравится Не По Две А По Три Ну Мало Ли Кому Тоже Два Денег Не Дала На Баню С Девочками Вся Вся Ситуации Бывают Вот Давайте Не Будем Сранивать Ситуацию Если Человеку Нужны Деньги Будут На Здоровье И Так Дальше Или Просто Погулять С Девочкой Две Раз Два Раз Два 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 Будет После Баня Вот Тогда Опять Нужны Будут Деньги Ну Я Не Веду На Здоровье На Медикаменты И Дальше Медикаменты Да Это Другое Так Ну Хорошо Дальше Как Непосредственно Саму Работаем Рассказал Как мы Зарабатываем Что Мы Вам Даем Вот Также Вы Зарабатываете До 44% В Месяц До 40% В Месяц До 44% В Месяц Круто Круто Да Мне Это Найс Есть Важение Попробовать Или Нет Конечно Конечно Да Хорошо Вы Когда Прохотили Регистрацию Какой Суммой Планировали Начать Что Рассматривали Нет Когда Я проходила Регистрацию Я особо Ничего Не Планировала Не Рассматривала Это В процессе Разговора С вами То есть Там На Этапе Регистрации Нет Никакой Информации Вот А Вы Позвонили Дали Мне Более Развернутую Информацию Поэтому Теперь Уже Исходя Вновь Получили Информации Можно Делать Какие-то Ну Вот Выводы Предположения Вот Хорошо Смотрите Ну так как Вы без опыта То есть Вам не рекомендуется Начинать С каких-то Больших Сум Работать Для начала Попробовать Минимум Вообще Понять Ваше Это Или Нет Потом Можно Сделать Какой-то Большой Шаг Вперед Или Назад Правильно Ой Сергей Да Вас Правильно Зовут Сергей Да Все Правильно Сергей Смотрите Ну Вы же Говорите Что У вас Там Специальные Специалисты Которые Дают Аналитику Хорошего Качества Вот То есть Ну Ну Как бы Чего Боятся Глаза Боятся А Дающие Аналитику Это Хорошая Подспорье Для Хорошего Заработка Тем более Вы Гарантируете До Сорока Четыре Которые Мне Понятно Это Сфера Которые Мне Нравится Изучать Графики Смотреть Как Нравится Нет Очень Нравится А Вы Пробовали Что Вам Нравится Нет Мне Нравится Изучать Все Новое Это Я Не Пробовала Но Я Люблю Человек Вам Дравится Я Люблю Познавать Не Очень Много Это Очень Хорошо Я Развиваться Узнавать Ничего А Вы В какой Сфере Вообще Работаете Чем Занимаетесь Ну Я Работаю В этом В торговле Понимаете Как Происходят Торги Нет Ну Как Торговля Происходит Я понимаю Конечно Да Как Торги Происходят Если Вы Имейте Ввиду Торги Где На Аукционе Торги Там Ну Тоже Как Представление Имею Да Видела В телевизоре Да Хорошо Вот Я вам говорил О пополнении Вашей торговой счеты То есть Вам лучше начать С минимальной суммы Сейчас К маржинальным стандартам Знаете Что это такое Нет Что-то вообще Как бы Не маржинальные Стандарты Стандарты Не знаю Только Минимальная сумма Понимаю А вот Маржинальные Стандарты Ну смотрите Маржинальные стандарты То есть Минимальная сумма Которая Можете Зайти На Финансовые Рынки Для того Чтобы Уже На Второй Третий День Увидеть Доход Свой Первый Вот И Эта Сумма Больше Всего Подходит Чтобы Использовать 50 на 50% Потому Что Мы Открываем С вами Сделать 50% Отложного Депозита То есть Вторая Часть Вашего Депозита Остается На Вашем Счету Для Безопасности Вашей Вот Так Не совсем Поняла Вашу Мы Не Понятно То Что Я Сказал Нет То Ли Я Плохо Остров Вышила То Ли Я Не Поняла Софи Вообще Ну Смотрите Здравствуйте Вот Минимальный Депозит Сейчас 18 Тысяч Рублей То есть Вы Начали С этой Ваш Депозит Вы Когда Начинаете Работать Специалистом Вы Можете Использовать Только 50% От 18 Тысяч Рублей Это Получается 4 Если Ну Все Вместе Почитать Секундочку То По 9 тысяч Рублей Можете Использовать Каждый День Для Сделок Арсенная Сумма У вас Лежит На Депозите То Я Открываю Депозитный Счет В банке Крутую Туда 9 тысяч А Вторые 9 тысяч Иду И торгую Что Ли Где Я Ими Торговать Буду Смотрите У вас Будет Торговый Счет То Это Счет На Площадке Он Считается Как Площадка Это Что За Площадка С банком Это Не Связано МТ4 МТ4 Смышь Не Связано МТ4 С банком Не Связано Но Деньги Должны В банке Лежать Нет У вас Деньги Лежат На Торговом Счете Вашем Ну Вот На Торговом Счете В банке Должны Лежать Деньги Не Могут На Площадке Не В банке А Где Как Трюль У вас Есть Торговый Счет На Бирже Торговый Счет Это Ваш Кошелек Дележат У меня Деньги Будут На Бирже На Самой На Московской Бирже Или На Нью-Йоркской Мы Будем Счет Открывать Ну Счет Будет Открыть На Московской Или На Нью-Йоркской Бирже Вы Говорите Что Счет На Бирже На Какой Бирже Мы Будем Счет Открывать На Московской На Московской Бирже Будет Счет Открыто Хорошо Да Все Правильно Так Мы Будем Работать С Компании Газпром Мы Будем Работать На Московской Бирже Там Будет Находиться Ваш Счет Где Будет Народиться Средства Ваши Понимаете Да Ну Смутно Но Понимаю Вот Попробуем Что Именно Активировать Ваш Торговый Счет Я Подберу Специалиста В смысле Активировать Его Надо Открыть Сначала Что Надо Зайти На Сайт Мосбиржи При Регистрации Ваш Торговый Счет Уже Был Создан Так Я Не Регистрирую По Рекламе Я Регистрирую Я Регистрирую С С Пром Значит Мне Нужно Либо Перейти На Эту Московскую Биржу И там Счет Открыть И Завести Там Личный Кабинет Наверное Как-то Ваш Личный Кабинет Уже Существует Когда Вы Проходили Регистрацию Автоматические Программа Создала Вам Торговый Счет На Московской Бирже Сейчас 21 век Мир Технологий Сейчас Все Легко Сделать Понимаете Алло Вы Здесь Конечно Здесь Я же у вас И спрашиваю У меня Московская Биржа Личный Кабинет Открыт Я же Регистрацию Проходила На сайте Газпрома Да На московской Бирже Ну Значит Надо Зайти На московскую Биржу И Личный Кабинет Завести И они Мне Туда Кинут Вот Этот Лицевой Счет Торговый Брокерский Нет Неправильно А как Правильно Есть Компании Которые Занимаются Биржей У них Есть Сотрудничество С крупными Компаниями Компании Которые Занимаются Биржей То есть Есть Компании Которые Занимаются Биржей Все Правильно А биржа Это Вид Деятельности Такой Что Что Вы Говорите Есть Компании Которые Занимаются Биржей После Слова Занимаются Идет Глагол Биржа Это Вид Деятельности Биржа Это Организатор Торгов Товары Не Валюты Цены Не Бумаж Компании Занимаются Занимаются Биржей Или Занимаются Торгами На бирже Биржей Это Что Глагол Или Существительный Биржа И Торги Это Одно И Тоже Самое Биржа Это Организация Торги Это Вид Деятельности Пошла Иди Сам Гори Гори Моя Звезда Ты Здесь Еще Молодцы Алло 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 Я вас Не Слышу Алло Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Скажите пожалуйста Могу я узнать Что только что Между вами И моим коллегой Произошло Ваш коллега Неуравновешенный И Видимо Упал со стула Если он Не упал со стула Человек Просто вышел Алина Правильно Надеюсь В окно Нет А почему Вы так говорите Нет Ну Потому что Неуравновешенные Люди Как правило Должны Выходить В окна Странный У вас там Коллектив Знаете Стран Скажите пожалуйста Что у вас В общем Произошло Я понял Ваши комментарии Что у вас Произошло Можете Как это вы у него Спросите У меня Абсолютно Ничего Не произошло У меня Все хорошо Ровненько Я сижу Там Я понимаю Что вы Общались По поводу Вашей регистрации Разговорились Да Я пыталась Спросить Что На бирже Открывается Торговый счет Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому